В студии Тимофей Гулев. Здравствуйте! Кто может подарить бродячему животному надежду на счастливую жизнь? Какие права есть у братьев наших меньших и как часто их нарушают? Собаки и кошки не игрушки. Почему из теплых квартир их выбрасывают на улицу? У нас Александра Старина, руководитель общественного фонда. Вместе зооволонтер приюта «Дом приют надежды». Александра Петровна, добрый вечер. Вам здравствуйте. 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 Я рад вас приветствовать. Тема на самом деле не то, что не веселая, а очень серьезная и тревожная тема на сегодняшний день. Проблема с бродячими животными. Ведь остро стоит. Да, вы правильно подметили. Тема тревожная. По-другому назвать ее в данный момент нельзя, потому что тема действительно стоит. Вопрос, проблема актуальная, вопрос острый. Решать нужно, но, к сожалению, пока рычагов решения нет. Нет. Хотя есть закон, да? Хотя есть закон. Закон вышел, но, по мнению всех зооволонтеров и зоозащитников, он недоработан. Очень много «но», которых хотелось бы устранить. Очень много вопросов, которые хотелось бы добавить. В частности, допустим, вопрос о содержании домашних животных, который остался не раскрыт до конца. А что хотели бы? Мы хотели бы, хотели бы, чтобы домашние животные... Все начинается с домашних животных. То есть на улице они из дома, да? Конечно. Все бродячие животные – это, как мы говорим, бывшие домашние животные. Животные, которые попали на улицу по вине человека. И вот ваше предложение. Как уже защитить? Может быть, как в европейских странах, во-первых, там 53 разрешения нужно от соседей взять, да? Какой-то налог платить или что-что, как решить, вы предполагаете? Ну, конечно, в европейских странах все продумано, все решено. И если ты не появляешься на плановый осмотр со своим животным в ветклинике, то тебе делают звонок, предупреждение, а потом тебя за это штрафуют. У нас домашние животные не отслеживаются никак. Если я хозяин, я переживаю за свое животное. А если я нерадивый хозяин, то мое животное может заболеть, может умереть, может погулять на улице, может родить нежелательных животных. Потом, как нерадивый хозяин, я их выброшу на улицу и увеличу тем самым армию бездомных животных. То есть контроля за животными домашними у нас, к сожалению, нет. Чаще это все-таки игрушка, подарили ребенку, или сам человек, взрослый человек захотел. Такие они милые на фотографиях, да, взяли, а потом столкнулись с проблемами. А он хочет в туалет, а у меня нет времени выгулить. А он это сделал дома. Соответственно, ах, ты такой поганец, и на улицу. Да, и на улицу. К сожалению, чаще всего происходит именно так. Люди, у нас вообще отсутствует культура заведения и содержания домашних животных. Помимо того, что они не чипированы, не учтены, нет обязательной стерилизации домашних животных. То есть все прогрессивные передовые страны мира, если ты не заводчик, но ты хочешь домашнего питомца, ты его стерилизуешь. Ни один питомник не отдаст тебе животное, если оно не в разведении, не в стерилизованном. Обязательно договор заключается. У нас такого нет. Новый год – это вообще кошмар для волонтеров, потому что на Новый год почему-то люди дарят друг другу животных, не спросив об этом. Я прихожу к вам и говорю, дарю вам щенка, а он вам не нужен. Хорошо, если вы ответственный человек, а если нет? И вот так называемые подарки, которые оказываются на улице. И без этого возвратов очень много, когда люди берут животное и не справляются с ним. То есть очень низкая культура именно содержания животного. Люди не понимают, что такое животное дом. Что такое животное дом? А вы скажите, Александр Петрович, у вас тут самой есть дома животные? Да, у меня есть дома животные. У меня три собаки и три кошки. Это такая любовь к ним? Или это те, которых жалко с улицы подобрали? Ну, это и любовь, всю свою сознательную жизнь, начиная со своего детства. У меня всегда были животные дома. Сейчас их такое количество, потому что есть животные, которые не пристроились. То есть помимо того, что под моим патронажем находится приют, я постоянно еще пристраиваю животных из дома. То есть животное, которое подобрала я на улице, я несу за него ответственность. Я не несу его в приют, я несу его домой. Дома мы его лечим, прививаем, стерилизуем и пристраиваем. Пристраиваем. Часто удается пристроить? Ну, практически всегда. Вот у меня дома три собаки. Одна из них породистая. Она была заведена осознанно. А две другие – это вот такие подобрыши, которые не пристроились. Но вы в надежде? Дом придет надежда, кстати, называется. А в надежде, что они от вас до свидания скажут? Нет, этих я уже никому не отдам, к ним же привязываешься, это уже свои родные. Тем более у младшей собаки, у нее диагностировали порог сердца, поэтому вряд ли кто-то ее возьмет. Ну, и вы за ней следите. Да, она осталась у нас и будет жить у нас. И будет жить у нас. Но мы вот сегодня призываем людей осознанно не дарить или дарить обдуманно. Сначала спросить, что тебе… Не дарить. Да, сережки или собаку, да? Да, да, вообще никогда не дарить. А вы так, насколько я сама дисциплинированна, что дома стерилизованы они у вас? Обязательно, стерилизованы, привиты, следим график, когда ходить в клинику, когда проверять, что делать, это обязательное условие. Это обязательное условие. А вот, Александра Петровна, приют, вы говорите, под моим патронажем, сколько там у вас? Он же не резиновый? Приют не резиновый. И очень часто люди обращаются с просьбой, иногда с мольбой, иногда с криком. Заберите, заберите. Но опять же, возвращаясь к тому, что у нас очень низкая культура содержания животных, люди не представляют себе, что такое приют. То есть приют – это нехорошо, потому что это большая скопленность скученной животных. Это животные, которые так же, как и люди, не могут прижиться к коллективу, у которых есть какие-то проблемы в общении. Это животные, которым не хватает человеческого внимания. Это вынужденная мера. Приют – это нехорошо. Ну и вам-то тоже, если к своим пришли, хотя бы их не псарни, каждому внимания, каждого погладил, и они вас воспринимают. А там это уже стая? Да, вот если вы… У многих людей дома по несколько животных, когда ты вечером садишься на диван, они садятся вокруг, и ты можешь обнять каждого. Это как дети. А когда их 140, и ты садишься на диван, и к тебе пробиваются единицы, а остальные еще и получат за то, что они хотят к тебе пройти. А 140 – это и кошки, и собаки? Нет. У нас на данный момент 136 собак. Из них 14 щенков, которых мы держим отдельно, потому что на территории приюта часто возникают инфекции, и непривитых животных мы не можем пускать на территорию приюта. И 94 кошки, которые вот уже неделю живут в новом доме, они переехали. Условий для кошечек у нас не было, это была тоже большая проблема. Но вот сейчас мы нашли им передержку, кошечки переехали, теперь у нас собачки живут отдельно, кошечки живут отдельно. Ну и подробнее, что за дом? Где взяли? А если говорить о доме, то это очень старый дом в аварийном состоянии, который находится в частном секторе, мы его снимаем. Наша мечта оттуда переехать. Переехать по двум причинам. Первое, что это жилой сектор, оттуда надо уходить. Второе, что дом действительно аварийный, и страшно не только за животных, но и за волонтеров, которые туда приходят. Потому что в любой момент там может обрушиться или стена, или крыша. У нас уже был пожар, у нас уже рушилась печка. То есть мы живем в ужасных условиях. И опять же возвращаюсь к тому, что приют это нехорошо, когда люди говорят, ну вы же волонтеры, ну заберите, ну у вас же есть приют. Они даже не представляют, куда они предлагают. Я понимаю, если ты нашел животное на улице, но когда нам предлагают домашних животных забрать, это страшно. Это страшно. Еще и породистых, да? Да. Которые капризнее, чем вот. Дворняжки, они же больше приспосабливаются. Да, они больше приспосабливаются, они умеют жить в стаях. А каждый день звонки, заберите, коту 12 лет, надоел. Ага, а 12 лет не надоедал, да? Да, а вот однажды надоел. Ага, ну и мы сейчас к чему введем? К тому, что финансов все-таки ведь не хватает, да, для того, чтобы что-то нормально построить, либо же арендовать. За счет чего приют содержится? Наш приют существует только на пожертвования граждан. То есть у нас есть определенная аудитория, которая нас поддерживает, помогает. Спасибо им большое. Вот пользуясь случаем я хочу передать привет, да, и благодарность выразить всем нашим подписчикам и всем людям, которые не являются нашими подписчиками и не являются волонтерами, но активно принимают участие в жизни приюта, которые приходят, помогают, перечисляют денежные средства, закупают корма, откликаются на многие наши просьбы, потому что у приюта, ну, однажды слышала такую фразу, она мне запала в голову, в душу и в сердце. Девушка, которая, ну, никак не имеет отношения, я так понимаю, к волонтерскому движению, однажды сказала, что что делать в приюте целый день? Два часа достаточно, чтобы всех накормить. И все? Да. А на самом деле? Две смены работают в приюте с 8 утра и до 8 вечера. Ну, там минимум они в туалет ходят же еще, да? Естественно. Это что же убирать нужно? Их надо кормить. Прежде чем кормить, надо наварить, потому что кормить кормами – это дорогое удовольствие. Мы не можем себе этого позволить. Мы закупаем крупы, обрезь и варим. То есть вот первая смена, а точнее первая девушка, потому что смена – это громко сказано, приходит к 8 утра, топит печку, ставит это все варить. Сначала должно свариться мясо, кости, обрезь. Потом это надо все вытащить, все нужно порезать, разделить. В этом бульоне сварить кашу. То есть варка, процесс варки занимает весь день. Пока это все варится, нужно успеть убрать вольеры, убрать дом, поменять сено, напоить животных. Если это зима, мы выносим теплую водичку, по вольерам расставляем свежий снег, потому что они все равно хотят пить. Есть животные, которые не выходят из вольера. Либо они травмированы, либо они не социализированы. Те, которые выходят, их надо выпустить, выгулить. Если они гуляют, за ними надо убрать, как правильно вы сказали. Ну и вечером, когда они поели горячей еды, утром они кушают. У всех свой рацион больные, там едят желеечки. Щенки кушают отдельно, им варим отдельно. У них всегда стоит своя наваренная еда. Взрослые собаки вот сейчас зима, все замерзает, доедают то, что осталось с вечера замерзло. Это надо занести в дом, разогреть, залить свежим бульончиком и снова вынести им на улицу. Вот так, работы хватает, да? Работы больше, чем хватает. Ну, все-таки ожидания по устройству, по поиску хозяев, насколько они у вас оправдываются? У нас высокий процент. В год сколько вы примерно можете? Да, у нас очень высокий процент, я говорю это по сравнению с другими приютами, у нас очень высокий процент усыновляемости. Ну, а по-другому не скажешь? Да, по-другому не скажешь, да. Потому что, ну, наверное, потому что мы делаем самое главное, мы социализируем своих животных, и они готовы идти к людям. Уже, то есть, проблему хозяев не будет, да? Да, когда не будет абсолютно. Во-вторых, мы сопровождаем свое животное 24 на 7 до тех пор, пока хозяин не сказал, все, хватит, ребята, я научился. Очень много обращаются людей, которые никогда не держали животное, не знают ничего. То есть, в этом случае даже наши волонтеры ходят и помогают выгуливать, помогают кормить, помогают мыть, показывают, как правильно ухаживать. Подбираем кинологов, если хотят хозяева заниматься животным. Вот, и сопровождаем до тех пор, пока не случится все. Обязательное условие чипирования при отдаче и паспорт. То есть, это мы едем вместе в клинику, оформляем на хозяина животное, ставим чип. Если животное не успело пройти весь курс вакцинации, значит, мы приезжаем домой и делаем вакцины, которые по графику. А вы ветеринара? Или там ничего сложного такого нет? Ну, сделать вакцину не так сложно, но, я не знаю, к счастью или к сожалению, работая с животными, мы уже научились делать все. А вы сами ваши волонтеры зарплату-то получаете? Или не остается ничего? Зарплаты как таковой у нас нет, потому что волонтер – это состояние души, по-другому не скажешь. Есть у нас работник на платной основе, человек, который, ну, простите, убирает какашки, по-другому не скажешь. Вот этому человеку мы оплачиваем, все остальные работают добровольно. Ну, и к чему мы сегодня призываем еще раз? То есть, мы понимаем, что животное на улице – это животное из дома. Да. Ну, люди, сегодня закон у нас не совершенен? Закон, к сожалению, не совершенен, да. Ну, а как мы долго еще будем топтаться? Что дальше? Так, как оно и останется? Или есть что-то там впереди? В дом приют надежды. Говорю, надежда-то есть какая-то? Надежда, конечно, есть. Только надежда? Или что-то все-таки вы предпринимаете? Есть надежда, к которой мы идем, а чтобы к ней идти, мы предпринимаем. Писали письма в Министерство экологии неоднократно. Стараемся достучаться до местных властей, которые иногда, на удивление, быстро реагируют и оказывают помощь. Иногда делают вид, что они нас не слышат. После того, как вышел закон, уже несколько раз организовывались круглые столы, где собирались представители власти, волонтеры, где мы озвучивали свои проблемы. Ну, скажем так, когда вышел закон, волонтеры стали зубастее. И мы теперь уже активнее выходим. Да, можете вот есть пункт такой-то, да, что-то указать, да? Да, да. Но, опять же, может быть, да все уже, наверное, следят и знают, что по Казахстану было несколько громких дел. За убийство животных привлекались люди. Кому-то удалось избежать наказания, кого-то оштрафовали. Но, тем не менее, люди сейчас не молчат. И очень хотелось бы, чтобы люди были неравнодушны и помогали продвигать и закон, и нормальное отношение к животным, и, в первую очередь, воспитывали бы своих детей. Правильное отношение начинается с семьи. Ну да, Анечка, это выросло, да? Я правильно понимаю. Вели ли какой-то подсчет, или это невозможно сделать? Сколько у нас сегодня на улице бродячих животных? Знаете, я... Никак это не сделаешь? Пока они не будут все чипированы, подсчета сделать невозможно. Это одна из проблем. А как ты будешь чипировать животное, которое, ну, такая огромная собака, и вот бежит по улице? Никак? Никак. Поэтому посчитать невозможно. И единственное число, которое можно к ним применить, это тьма тьмущая. Потому что мы делаем регулярно обход, скажем так, садовоз, объезд баз, где живут животные, неконтролируемые. То есть добрые люди, вот я не знаю их называть добрыми или все-таки добрыми в кавычках, приносят животное, подкармливают его. Собака родила щенков. Но я же добрая, я же не могу ее стерилизовать. Это же больно собачке. Ну, пусть эти щенки тоже здесь живут. А по статистике девочек рождаются больше. И через 8 месяцев у этих девочек рождаются еще девочки. Иногда, когда попадаешь на территорию какой-то базы, просто теряешь дар речи от того, сколько там животных. А можно как-то привлечь этих руководителей? Вот сейчас можно. Сейчас мы ездим с представителями полиции, ищем этих хозяев, составляем с ними разговор, требуем, чтобы надлежащие были условия, помогаем в стерилизации, если они не знают, как это. Потому что, когда начинаешь разговаривать с человеком, у которого на территории много животных, и речь идет о стерилизации, люди в панике. Они говорят, да что, это же так страшно, это же невозможно. Как будто буквально ему самому предлагают оперировать или ассистировать. Нет, но он еще должен понимать, что это не бесплатно же будет. Конечно. Если у него их 15 там, то извините, там же сумма. Да. Там минимум 15 тысяч, по-моему, стерилизации. Да, самая маленькая собака 7-8 килограмм от 15 тысяч стоит. То есть это дорогое удовольствие. Ему, соответственно, проще разводить их, дешевле. Дешевле. Хотя дешевле, по сути, простерилизовать изначально первую. А, ну и кормить одну они. Да, первую суку простерилизовать и кормить. Вот недавний случай у нас был, нам позвонила девушка, сказала, что там на трассе сидит щенок, скорее всего сбили его маму, вот он один сидит возле этой мамы. Мы поехали искать щенка. Выяснилось, что сбили другую собаку. Три щеночка бегают. Мама жива-здорова. На цепи сидит предполагаемый папа. То есть, значит, люди умышленно эту собаку посадили на цепь и кормят. А откуда взялась мама? Следов человеческой деятельности нет. Собаку со щенками забрали, простерилизовали. Какое-то время искали, вышли на хозяина. Помогла полиция, спасибо им большое. Поговорили с хозяином. Обещал поставить будку, обещал купить сено и забрать маму из щенков. Теперь их можно... Ну, до 1 февраля мы договорились, чтобы они отошли от операции. Но теперь можно не переживать ни у этой мамы, ни у этих троих девчонок. Щенков уже не будет. Уже не будет. А правила выгула животных, там и тоже они четко прописаны. Намордник обязан быть у всех. Или бывает, ведь тоже модно. Сегодня я хочу, чтобы был песик до дома. Но берут карликовых. Куда-то ему, или там опсики, допустим, куда-то этот намордник ему. Да, есть категория собак, которым не одевают намордники, то есть по зависимости от размера и породы. Но все большие собаки, конечно, должны выгуливаться в намордниках. А вот с поводком должна быть и большая, и маленькая собака. Обязательно. Обязательно. Потому что собаки реагируют на разные звуки, на разные движения. Очень много животных гибнет по вине владельцев. Потому что он же маленький, почему мне его не отпустить без поводка? Куда же он денется? Собаки попадают под колеса, они становятся жертвами других животных. А потом виноваты, получается, те, кто... Ну, испугать может в любом случае ребенка, даже маленькая вот такая вот собачка. Конечно, испугать ребенка. А что грозит тем, кто... Вот самовыгулом, назовем таким словом, да, занимается? Да, ну вот самовыгул, это немножко другое. Это ненадлежащий выгул. Это отпустил просто, да? Да, ненадлежащий выгул, но штраф, в законе предусмотрен штраф. Штраф. Да, то есть если вы стали свидетелем такой ситуации, и хозяин явно нарушает правила поведения в общественном месте, выгула животного или обращения с животным, вы имеете право заявить в полицию, полиция должна отреагировать. А в туалет, простите, для чего выгуливают животных чаще-то? Не чаще, а вообще, да, чтобы он дома... Он же не пойдет на унитаз, правильно? Остается эта норма? Она необходима, убрал за свои... Конечно, обязательно. Любая цивилизованная страна... А как за кошкой, простите, меня тоже выгуливают, я вот обращал внимание. Да, так же и за кошками. Она же там закопала сама все. Откопать. Откопать, считает наша гостья. Я напоминаю, дорогие зрители, Александра Старина сегодня у нас, руководитель общественного фонда «Вместе», зооволонтер, приюта «Дом приют». Надеюсь, что она интересные вещи рассказывает, потому что у каждого третьего, не побоюсь сказать, животное дома есть. Даже кошку, если вы выгуливаете, собрать за ней обязаны. Конечно, конечно. Там тоже штраф. Да. А вот вы меня тут поправили, самому выгул выговорить, это другое. А вот самовыгул, это большая-большая проблема. Иди погуляй, это вот это одно, да? Да, это «иди погуляй». Причем «иди погуляй» – это не только частный сектор, когда вы открываете калитку и говорите «иди погуляй», и он может гулять несколько дней, простите, присоединяться к стаям и становиться потенциальным родителем неконтрольно. Мы не знаем, где погулял тот пёс или та собака. А есть такое и в квартирных домах, когда открывается дверь подъезда «иди погуляй», и этот пёс гуляет вокруг. А потом родственникам говорит «у, это такая хорошая собака, сама домой приходит». Да, сама домой приходит. А потом эта собака садится под дверь, начинает лаять, раздражает соседей. Естественно, соседи нервничают. Но кто-то откроет дверь, а кто-то не откроет. Эти «иди погуляй» очень часто теряются, особенно маленькие собачки путают дома. Ну, это тоже большая проблема. Вот скажите, это тоже проблема. У нас ведь есть закон о тишине, обо всех правилах. Но есть животное, собака, к примеру. У неё, по-моему, функции какие? Охранять и ждать, размножаться ещё и всё остальное. Но вот, собственно говоря, люди работают. К примеру, оставили его дома. Кто-то там в подъезде он слышит, может полаять. За это могут наказать владельца? Могут, если вы шумите в ненадлежащее время. Ну, не мы, а собака. Да, собака. Ваша квартира, в которой сидит собака. А что делать в таких случаях? Ну, что делать? Вот, опять же, возвращаемся к тому, что своих пристроенных питомцев мы стараемся сопровождать. Бывают случаи, когда собака попадает в новый дом. Вот у нас была собака, она выла. Как только она попала в квартиру, всё было идеально, но как только уходили, она начинала выть. Занимались с кинологом, приводили её в гости конкретно к нам домой. Вот мои три собаки, когда те люди уходили, приводили к нам домой, чтобы она не оставалась там и не выла. Беседовали с соседями, приходили, объясняли, собака из приюта, у неё стресс, у неё вот это, вот это, вот это. Есть очень адекватные люди, которые, наоборот, помогают. Есть люди, которым это не нравится. Это тоже естественно. Не могут все любить животных. Но относиться к друг другу терпимо, они такие же жители. Отучить человека можно от многих привычек, и курить, и пить, если не дай бог там какая-то болезнь, так от всего можно отучиться. И есть даже, да, животное отучить шуметь, лаять, мяукать и всё остальное. Можно? Можно. Можно говорить на шикаре. У меня у самой старшая собака, она Аруша. Она по породе Терьер, она Аруша. Вот именно Аруша. Она знает весь микрорайон. А сейчас текуша. Ну, мы нашли способ. То есть, когда мы взяли её у заводчика, к сожалению, очень многого нам не объяснили. Я впервые столкнулась с такой породой, и я не знала, как сделать так, чтобы, выходя из подъезда, она не орала. И когда мы первый раз пошли к кинологу, и мне предложили электрошокер, я, естественно, сказала, нет. Мы нашли способ. Как только она, она же охотник, как только она что-то получает в зубы, в пасть, она молчит. То есть, мы выходим из дома только с игрушкой. Тогда мы молчим. Да, и всё. И спокойно такая иду, да, что соседи спокойно. Назад возвращается абсолютно спокойно, и игрушка уже не нужна. Ну, потому что она гулялась. Да. А если мы выходим без игрушки, то... Но проблема, она в любом случае существует, и последнее, что успею спросить за время нашего эфира, службы отлова к ним, какие нарекания всё-таки существуют. Вопросы гуманности, к примеру, да, каким способом у нас сегодня истребляют животных, скажите мне, пожалуйста. Это укол какой-то? Вот согласно нового закона, отстрел заменили на отлов. Но, к сожалению, встречаются моменты, и опять же, в средствах массовой информации это звучит уже неоднократно, когда служба отлова по непонятным причинам убивает животное, и очень часто под отстрел попадают домашние животные. То есть, видимо, какой-то есть план у людей, что надо там столько-то тушек привезти. Почему попадают домашние животные, это вопрос. Волонтёры всё время поднимают эту тему, всё время стараются разобраться в этом, заводятся какие-то дела. Как может собака домашняя, живущая в своём дворе частного дома, попасть под отстрел? Статистика всё-таки думает? Да. Да. И дальше что ещё? То есть, уничтожение вот такое бездушное запрещено, нужно отловить и привезти Александра Петровна. Да. Вот здрасте вам. Да. Вот привозят, да, не знаю, к сожалению, к счастью, не к нам. У нас сейчас просто нет возможности брать. У нас ограничены. Ну, есть другие прибыли, другие прибыли, да? Сейчас у нас острая проблема. Есть центр временного содержания животных, которые работают только с отловом. И здесь ситуация катастрофическая. Почему? Потому что там такие же волонтёры, которые занимаются животными. Отлов отловил животных, привёз к ним. Как бы механизм отлажен. Но, огромное но, что делать дальше? А дальше это животное живёт в этом центре за счёт, вот на минуточку, все вдумайтесь, за счёт волонтёров, которые также бесплатно работают там, собирают деньги, чтобы их прокормить, простерилизовать, привить и пристраивают. Вот у ворот центра заканчивается деятельность государства. И это страшно. Дальше судьба без судьбы, да, у животных? Да. Понимаете, нет никакой помощи, нет финансирования. То есть, если служба отлова собирает с города животных, то это же логично, что они привозят его туда, где оно будет дальше жить. Хотя бы какое-то время государство должно оказывать поддержку. Пока нет. Пока нет. Пока нет. Нет. А причина какая? На все наши обращения нет норм содержания, нет норм строительства приютов, а раз нет норм, нет финансирования. Если нет финансирования, значит, мы не можем ничего потребовать. А год-то только начался. Скажите мне, пожалуйста, Александра Петровна, что-то есть в планах у исполнительной власти сегодня? То есть, если оно не заложено было в 2022-м, в 2023-м же ни черта не появится? Да. Скорее всего, ничего не появится. То есть, пока у вас нет информации, что планируется? Есть информация о том, что сейчас разыгрывается тендер на стерилизацию животных, но там тоже очень много «но». Но между клиниками этот тендер сейчас проходит. Кто-то из клиник, какая-то из клиник, выиграет этот тендер и будет стерилизовать за счет государства бездомных животных. Ну, хотя бы. Это да, хотя бы. Потому что сейчас мы все это делаем своими силами и за счет спонсорских средств. И многие уже, наверное, видели на улице собак с желтыми бирками в ушки. Вот это делают волонтеры. Мы стерилизуем, ставим бирочку и отправляем в место привычное обитание. Но обещают в марте нам еще определенное количество доз вакцин. На всех, наверное, поделят равномерно. В районе 500 вакцин нам выделят. Это тоже, конечно же, помощь, потому что вакцины... Ну и потом, опять же, программа заканчивается. Я хочу сказать, что закон принят, который мы все-таки сегодня критикуем и видим, что он недоработан. Он принят не так давно. Поэтому хотя бы он есть и лед тронулся в каких-то направлениях. Да, лед тронулся, это правда. Раньше-то вообще ничего не было совершенно. Ну а дальше только призвать граждан, по-другому не скажешь, дорогие наши, нужно думать на самом деле, нужно ли вам это животное. Некоторые везуты вообще с других регионов, из других государств. Нужны ли вам эти головные боли, чтобы потом вы просто разочаровались? Да, нужно несколько раз подумать, прежде чем завести животное. Особенно хочется сказать родителям, не заводите животных детям. Дети не могут ухаживать за животным. Это игрушка для них. Ответственность ляжет все равно на вас, а вы должны взвесить, вы как занятой человек, способны ли вы будете выгуливать три раза в день, следить за здоровьем и делать так, чтобы ваше животное не мешало соседям, чтобы в итоге оно не оказалось на улице и в приюте. Ну и спасибо вам за ваши комментарии, дорогие зрители. Сегодня Александра Старина была у нас, руководитель общественного фонда вместе, зооволонтер приюта «Дом приют надежд». Ну вот пусть ваши надежды и оправдываются все-таки. Спасибо. Надеюсь, что все будет впереди. Вам успехов и спокойной ночи. До свидания. Спасибо. До свидания. На сегодня это все. С вами был Тимофей Голи. Встретимся в следующий четверг на телеканале Ирбис. Спокойной вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин